Есть, но нехорошее отношение. Он меня не слушает, я его не пытаюсь. Отец вас не должен слушаться. Он не должен слушаться, а отношения не очень хорошие. Ну, потому что вы не знаете, как старшими себя вести. Отношение со старшими зависит только от вас. От него не зависит от старшего. Потому что есть те, кому мы должны. Я, допустим, все уважительно с ним общаюсь, все хорошо. А вот с его стороны уважительности по отношению ко мне нет. Ну, ничего страшного, не обращайте внимания. А вот сейчас, как бы у нас своя семья, если где-то все живем, у них с родной детей, это по 8-2-2, мальчика, опыта. И вот старший идет, понимаешь, что примерно такие же отношения складываются. Это какой вывод можно сделать? Ну, вот когда летний, говорит, вывод такой, говорит, вот, говорит, тебе, вперед, я как-то там скинул, и ты меня не слушаешь, вперед, тебе старший не слушаешь. Правильно. Так вроде бы, как бы хочется ее отношения и нормальность не общаться. Знаете, в чем заключается тайна этого мира? В том, что очень трудно понять, в чем заключаются мои проблемы. Вот очень легко видеть чужие проблемы, свои очень сложно. Это касается также и меня. Я про себя вам говорю, про вас сейчас. То, что вам говорит отец, это правильно. Но вам это в себе признать очень сложно. Потому что вы знаете, что есть ваше мнение. У вас есть мнение. Знаете, что оно правильно. Но вы не знаете, что любовь стоит выше мнения. Иногда для любви нужно пожертвовать своим мнением. Просто его не афишировать, ну, как бы, не настаивать на нем. Да, есть этапы определенные. Но надо начинать с отца. То есть нужно пытаться смягчить с ним отношения. Понять, что у вас есть проблема, не только у него. Я вижу эту проблему у вас. Вы иронизируете с ним, оскорбляете его, как старший. Ну, то есть старший — это старший. Уважение должно в поведении также выражаться. Но если вы делаете так с ним, то ваш сын будет делать так с вами. Это закон. С этим ничего не сделаешь. Молодец, если понял. Замечательно. Знаете, мы в этом мире все в жестких законах находимся. Мы ничего не можем с этим сделать. Здесь все очень серьезно. Здесь нет никаких шуточек. Понимаете, есть такие вещи, что просто волосы дыбом встают. То, что вы сказали, эта проблема не такая большая по сравнению с тем, что может быть вообще. Надо всегда стараться быть очень внимательным, что ты делаешь и как. И самый главный принцип этой внимательности заключается в том, что мы не всегда знаем правду в этом проблеме. Не всегда. Иногда бывает, нам кажется, что это правда, а это оказывается неправда. Все. Поэтому надо быть очень осторожным, внимательным в том, что происходит. Могут быть последствия серьезные. Отношения старших и младших — это просто надо почувствовать. Почувствовать. В чем заключается истина этих отношений, надо понять. Истина всегда в любви. Если ты даешь старшему возможность ошибаться, его мнение признаешь в жизни, тогда Бог тебе дает такую силу быть старшим, возможность быть старшим самому. Благословляет тебя быть старшим. Уважение к ошибкам, к поведению старших. Ну, означает, что ты ценишь человека по-любому, что бы в нем не было, как бы он себя не вел. Это значит, что ты и себя ценишь так же, как его, только уже в роли старшего. То есть в тебе так же копится эта сила, которую ты ему передаешь. В результате тебя твой сын начинает ценить так же, как ты... То же самое делает по отношению к тебе, что ты делал по отношению к отцу. Аскеза передается через вас. Вы сами начинаете чувствовать истину в этих отношениях. Что такое любовь? Например, любовь к женщине означает дать ей позволить быть слабой. Вот она капризничает, допустим, злится. Это ничего страшного. Она женщина. В ней нет силы правильно себя вести. Она имеет на это право капризничать. Мужчины часто думают, что она не имеет права. Но если бы он был в женском теле, если бы он чувствовал, как женщина, ну как бы ей тяжело не капризничать, как она чувствует, реагирует ситуацию на ситуацию, как она все воспринимает, тогда бы он никогда не иронизировал над ней или не злился, когда она капризничает. Но проблема заключается в том, что мужчины просто это не могут понять, почувствовать. Не могут понять женскую слабость, вот эту в отношениях, боль, особенно по отношению к мужчине. Очень трудно это понять мужчине. Но есть правило. Если ты знаешь правило, что женщина, она очень слаба по природе, и ты с ней очень нежно, аккуратно обращаешься, если она капризничает, ты знаешь, что ей тяжело, поэтому она капризничает. Потому что она это не за зла делает, ей просто тяжело. Тогда в этом случае это называется любовь, она исходит из знания. Точно так же надо знать, что старшему он несет на себя ответственность за жизнь человека. Старшему нужно давать возможность иметь свое мнение и не перечить ему это мнение. И тогда он успокаивается, ему легче становится. Но при этом тебе не запрещается жить, как ты считаешь нужным. Просто ты согласен с его мнением. И все. Не перечишь ему. Но если вы начинаете его учить, пытаетесь ему мнение свое отстаивать, это оскорбление. Ну то есть по отношению к старшему неправильное поведение. Старшего можно учить только смирением. Если ты смиренно к нему относишься и делаешь как-то по-другому, и это оказывается правильно, он сам тебя спрашивает. А как ты догадался, что вот так надо? И ты говоришь, по твоей милости. Я вот так вот. Ты мне помог когда-то догадаться. И он сам начинает так же действовать. И получается, что младший его научил. Но научил смирением, а не советом. Даже если он не прав. Есть три категории людей. Первая категория — это безразличные люди. Это невежественные люди. Они считают, какая разница, что он там делает. Пусть там он сгинет вообще, этот человек. Безразличные люди. Невежество. Дальше вторая категория людей. Они принцип ставят выше людей. Это люди в страсти. Для них принципы выше. Допустим, человек в страсти стал вегетарианцем. Для него принцип вегетарианства выше человека становится. Если человек ест мясо, это не человек для него уже. Или человек в страсти стал верующим человеком. Для него все, кто находится в его вере, это не человеки уже. Все, он считает их второсортными. Это означает страсть. В этой страсти нет любви. Люди без любви относятся в этом случае друг к другу. Нет любви. Принципы выше любви. И теперь человек благости, любовь выше принципов. Ну то есть я прежде всего люблю человека, его неправильное мышление, ничего страшного, это не проблема. И вы все поймете. Так, если будете мыслить, вы поймете, как надо со старшим себя вести. И когда ты правильно себя со старшим ведешь, он меняется. Он сам начинает меняться, просто из-за твоего правильного поведения. Знание входит в него. Знание всегда входит не через слова, а любовь. Как есть в песне, не нужны слова, а любовь права. То есть любовь права всегда. То есть ты любишь, он сам все понимает, как надо. Это любовь главная. У меня такая же ситуация была. Отец жил очень греховной жизнью, очень плохо. Я всегда очень твердо как бы не соглашался с ним, не любил его. Но потом, когда я уже повзрослел, он состарился, я его простил. И как только я его простил, он начал понимать, почему я так живу. У него поменялось восприятие мира в результате, самого. Потому что я принял его как личность. Перестал на него как бы злиться, категорично себя вести. Это то, что мы должны к чему прийти. К сожалению, в этом заключается глобальная ошибка нашей культуры. Под всей нашей культурой русской. В чем заключается глобальная ошибка? Мы не уважаем старших. Бунтари. Вообще не уважаем никаких старших. Президента не уважаем, начальника не уважаем, отца не уважаем, мать не уважаем. Мы. Бунтари по природе. Почему я так говорю? Потому что я видел другую ситуацию. Я видел Восток. Я много жил на Востоке. Видел, что там люди, они очень сильно почитают старших. И там поэтому всегда больше закона, больше порядка в жизни. Беспорядок начинается из неуважения к старшим. Это первый признак беспорядка. Если мы не уважаем старших, не даем права мнения, значит тогда все рушится в этом мире. Начальник не может управлять ситуацией, потому что все мешают. Президент не может управлять, потому что все против президента. И так далее. Все против. Ситуация на Западе еще хуже в этом плане, потому что там вообще старших нет. Там все равны. Поэтому там даже нет монархии, там коллегиальное управление. То есть люди должны договариваться. Если они договорились, значит будет бардак. Им надо договориться. Значит надо болтать, 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 болтать по 5 часов в день, чтобы договориться. Но если есть старшие, то старший просто всех выслушал, почувствовал, как правильно, выбрал самый правильный результат и принял решение. Быстрее все получается. Может быть он и будет ошибаться, потому что он один. Но по крайней мере, если он ошибся, пошел не туда, завернул назад, это быстрее, чем болтать по 5 часов. Я просто видел и такое, и такое управление. Вот эта болтовня, 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 равные отношения. Это выматывает конкретно. Все мозги наизнанку выходят от этого способа управления такого. Когда есть старший человек, гораздо все проще и быстрее. Поэтому лучше признать, что есть старшие, Бог один. Как мусульмане говорят, у него нет сотоварища. Даже сама природа, как бы материальный мир, он устроен как коллегиальное управление. Здесь есть старшие везде. Поэтому все делается хорошо здесь, двигается в этом мире. К сожалению, мы не понимаем принципов устройства этого мира, поэтому часто мы разрушаем отношения и за это наказан, получаем наказание. Да, Паша, вопрос? Мне можно? А кто спрашивает? А, вы же, да, я вам дал. Да, да, я вам дал, забыл, извиняюсь. Это же хорошо. Ну, это от этого зависит ваше благосостояние. Смотрите, оно влиятельное, у вас все есть в жизни, все возможности. Представьте, есть люди, у которых нет возможности в жизни. Как у вас. Это не условно, я сейчас не согласен, но... Но? Я чувствую, что он мог бы как-то сама свою жизнь не отстроить, очень сильное удовлетворение. И как из-за него выйти... Не надо выходить. Надо просто заплатить цену. Видите, а насильный человек означает очень ответственный. Станьте очень ответственны. Если у вас есть какое-то мнение, утверждайте его сильно. Она почувствует вашу силу и уступит. Она ждет от вас силы. Часто рядом со сильными людьми люди все расслабляются и не хотят вообще ничего делать. Инерция такая находится. Инерция. Люди живут просто так, не напрягаются, потому что все хорошо в жизни. Но когда они хотят что-то сделать, они хотят не слишком сильно. у них нет на это внутреннего потенциала, какой-то силы внутренней. В результате старшие не видят в этом чего-то серьезного. Они не видят серьезности и не позволяют. Ну, если человек серьезно настроен, все начнут думать об этом, задумаются. А вот наладить отношения как-то... Наладить означает принять. Ну, вот я пыталась как бы путем отделения. Это на самом деле очень помогает, но не до конца. Ну, отделение — это же способ воспитания. А у вас совсем другая цель. Вы должны ее принять как личность. Вот смотрите, я с вами разговариваю, ведь строго, да, достаточно? Так? Вы верите, да? Принимаете? А некоторым людям не нравится это. Они, допустим, в интернет пишут, он разговаривает со всеми, как будто он все знает. Так они пишут, взмустить и возмущаются. В интернет пишут, как бы... Но если ты не разговариваешь серьезно, то как ты можешь помочь? То есть надо со всеми сю-сю-пусю разговаривать, что ли, чтобы помочь? Как помочь человеку? Если у тебя есть какое-то убеждение, внутренне ты его вкладываешь в другого человека. Вкладываешь означаешь, применяешь силу. Но видите, это когда ты применяешь силу, то кому-то это не нравится. И в чем проблема заключается? Принятие. Принятие означает дать человеку полномочия, возможность применять внутреннюю силу. Кто-то дает эти полномочия, кто-то нет человеку. Дайте вашей маме полномочия быть сильной. Разрешите ей это делать, потому что она старшая. И вам сразу слегче с ней будет решать все вопросы. Как только вы разрешите ей быть сильной, а вы не разрешаете, с этого момента вы сами станете сильной, потому что ее сила зайдет в вас. А вот это ваше отсутствие понимания. Почему надо бояться быть сильной? А это вы считаете быть сильнее мужа, вы считаете, но вы не знаете. Вы можете считать все, что угодно. Любая женщина сильнее любого мужчины. Все это просто игра. У женщины есть внутренний психический цилиндр. Он очень сильный. Внутренняя сила женщины гораздо больше, чем мужская. Внутренняя сила. Но внешне женщина слабая, и она хочет себя считать слабой. Внешне она слабая. Внутренняя очень сильная. Но вот если наоборот у женщины? Бывает наоборот. Но ваша мама внутренне сильная. Просто ошибка может быть в том, что она эту внутреннюю силу не скрывает. Вот в этом ошибка может быть. Женщина должна скрывать свою внутреннюю силу, решать мягко все вопросы. Если она внутреннюю силу не скрывает, что тогда у мужика остается? И внутренняя сила у женщины сильнее. Он становится просто тряпкой. Надо мужчине внешне давать возможность быть сильным. Он выпендривается. Но когда вопрос серьезный для женщины стоит, она все равно свое мнение отстаивает, постепенно достигает своего с помощью уступчивости, спокойного подхода. Мужчина, у него воля всегда, она работает максимально, когда есть сопротивление. Когда сопротивления нет, он расслабляется и все. И можно все вопросы решать. Приведу пример. Например, он говорит, «В этом месяце никаких покупок. Мы не будем делать». Вы говорите, согласна. Он расслабился в результате. Потом вы ему говорите, надо вот такое вот это вот купить. Он говорит, «Ну вы же говорили, что никаких покупок в этом месяце». Вы говорите, «Я согласна, что никаких покупок. Ну вот это надо купить». Он говорит, «Ну раз согласна, тогда покупай». Ему главное, чтобы принцип... Никто не сомневался в принципе, но исключение возможно для мужчины. И исключение может быть целый месяц. Мы покупаем все, что нужно, но принцип ничего не покупать. Главное согласиться с принципом. Да, согласилась женщина, мужчина успокоился. Видит, что она понимает ситуацию, что-то строжное с деньгами. Но если надо, мы покупаем, ничего страшного. Таким образом, женщина всегда побеждает, что связано с личной жизнью. Но если вы не примете силу мамы, не признаете ее силу, вы не будете побеждать. Вы будете униженной в отношениях с мужем, он будет наглеить. И в результате вас может бросить. У вас есть близкий человек? Вот имейте в виду, что если вы, иногда женщины думают, что вот раз ведическая культура, мы изучаем, значит, надо во всем иступать, стелиться перед мужем. И таким образом, женщина может перегнуть палку, она может начать терять себя. В результате мужчина наглеет, начинает гулять от нее и вышвыривает ее из своей жизни. Мужчина и женщина равные отношения. Женщина сильная изнутри, мужчина снаружи. Вот и вся разница. Мужчина делает вид, что он круче, женщина делает вид, что она слабее. И получается баланс, потому что женщина психически сильнее изнутри. те мужчины, которые это понимают, это мудрецы. Вы понимаете, что если мужчина понимает, что женщина изнутри сильнее, с ней лучше не связываться, это мудрецы. Потому что если мужчина начинает связываться с женщиной, то у ней копится яд, как у змеи. Вот он ее мучает, мучает, у нее копится яд, потом она бац его жалит. И женщина что с этим ядом внутренним сделать? Не сможет, потому что у нее очень сильный стержень психический внутри. Он непреодолимый. Даже она сама с этим ничего не может сделать. Не то, что кто-то другой. Но вы подавляете свою внутреннюю природу женскую. Подавляете, потому что вы ее не позволяете иметь в вашей маме так же. Вы считаете, что женщина должна быть слабой, как снутри, так и снаружи. И это разрушает сейчас вашу жизнь. Спасибо. Можно еще последний вопрос. В связи с таких отношениями, возможно, рабочие отношения с родителями? Можно, если вы им подчиняете, все же родители, хорошо, вы подчиненные, подчиняйтесь им. Мне кажется, это разрушает семейные отношения. Факт. Сильно много деловых отношений разрушает семейные отношения. Факт. Лучше, если есть возможность, работать отдельно от родителей. А с ними поддерживать теплые, близкие отношения. Но при этом, если сильная личность, это хорошо. Надо ей дать возможность быть сильной, она расслабится сразу. Если вы не даете возможность ей сильной, она устанавливает свою власть с вами. Но если даете ей возможность, она расслабляется. Спасибо. Ну дайте ей, ладно, на первом ряду. Спасибо. Здравствуйте, я обижаю. Вы только успокоитесь. Вот скажите, может ли человеческая зависть из вне, да, разрушить удачу или... Может, может, да, конечно. А что тогда делать, не знаю, спрятаться в мешок и любить, не знаю, или как-то противостоять? Противостоять. Противостоять. На любую силу надо иметь свою силу. Зависть — это война, это военные действия. Если кто-то тебе завидует, он совершает военные действия. Причем это могут быть настоящие военные действия. Может быть, заговоры осуществляться даже против человека. Сначала один человек завидует, потом еще кто-то завидует, потом еще несколько, они все объединяются и начинают человека очернять. У меня такое в жизни несколько раз было. Я видел, как люди объединяются против меня в интернет прямо и начинают компании целые против меня осуществлять. И выискивают все-все-все у меня какие-то ошибки в жизни. Они просто буквально мониторят всех людей, которые у меня лечились, ищут в интернет любые высказывания, связанные с тем, что человеку не понравилось мое лечение. И потом это все объединяют и выставляют на сайт, что вот смотрите, какие результаты. Но если посмотреть, лечилось очень много людей, а они выставляют только по одному случаю в год, допустим, или может быть за несколько лет. То есть получается, что они делают? Они делают выборку самого негатива, но при этом ничего позитивного не ставят вообще в противовес. Это означает зависть, то есть заговор. То есть создается картина, то человек заходит, думает, о, что это за ерунда такая, что это он вытворяет столько людей, недовольны этим человеком. Но эта картина же неправильная, правда? Это просто злоба, заговор. Против него что надо делать против этого заговора? А мы берем и выставляем на сайте хороший результат. И у нас их там тысячи. Вот и все. Просто показываем другую сторону медали. Это значит, что вы как-то виноваты перед ним. В близких отношениях не может быть зависть. Зависть бывает от того, что кто-то тебя не знает, не понимает как личность. Это может быть разная вера вызвать зависть. Или разная культура, разное понимание вещей вызывает зависть. Но если близкий человек вам завидует, близкий человек, это значит, что вы его не любите. Потому что близкий человек может завидовать из-за отсутствия нехватки энергии любви между вами. Вы недостаточно служите, заботитесь о нем. Больше думайте о себе в отношении. Узнала теперь все. Узнала сразу. Все, спасибо. Как только начинаю говорить правду человеку, он сразу, спасибо, Олег Геннадьевич, все понятно. Все. Если бы я сейчас начала мужа говорить, она бы послушала. Но как только они, сразу, все, 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 спасибо, Олег Геннадьевич, спасибо, все понятно. Хорошо. Видите, как мы любим осуждать других и как трудно слушать о себе правду. Правда ведь? Ну давайте, вот девушка, последний вопрос с краю. И у нас уже пора лекцию читать. Мы об этом говорили много раз на лекциях, что все люди связаны друг с другом нитью незримую. И когда вы в молитве настраиваетесь на своего отца, то есть я технику молитвы рассказываю на каждой лекции, то в результате постепенно эта нить очищается в отношениях между вами. И боль по отношению к нему, которую сейчас вы испытываете в сердце, она уйдет в результате труда души, труда сердца. Но большинство людей не знают, что есть такой труд, они даже не понимают, что можно сердцем трудиться. Вот я сейчас над вами стружусь своим сердцем. Я пытаюсь вам через знания дать, вам помочь. Можно помогать также через молитву. Есть три способа помогать. Первый способ помогать — это звук. Я повторяю молитву. И в этом звуке находится энергия любви. В звуке находится больше всего самая концентрированная энергия любви. Если я кого-то слушаю, как он молится, и повторяю молитву так же, как он, эта энергия любви становится такой сильной, что она способна растопить все грехи, все невежество, все трудности в жизни. Второй способ помогать — это энергия знания. Когда ты говоришь кому-то, а он сильно с верой слушает, то тоже топится препятствие, преодолевается с помощью беседы. Что такое знание? Это когда у меня есть какой-то опыт, я его передаю с помощью слов вам. Вы, получая этот опыт, вдохновляетесь, вы чувствуете, как правильно жить. И третий способ побеждать судьбу — это действия, поступок. Например, у меня нет сил. Я начинаю бегать, и у меня появляют силы. Или у меня, мне очень жарко, тяжело. Я сажусь в воду, у меня появляется холод, прохлада внутри. То есть это аскеза. То есть я совершаю аскезу, преодолеваю трудности. Есть более сложные схемы. Например, у меня не идет бизнес. Я проанализирую причину и вижу, причина в том, что мне не доверяют люди. Я начинаю строить отношения, никто не верит, не доверяет. Нужно совершить какую-то аскезу, чтобы мне начали доверять. Для этого нужно знать, какую аскезу. Какая аскеза. Да, нужно заботиться о людях, давать им знания, рассказывать, как правильно. То есть с доверием относиться к людям, верить к людям. Давать им, помогать им, пользу приносить. И в результате тебе начинают тоже доверять, потому что ты доверяешь людям. Или, допустим, у тебя не хватает денег на то, чтобы развивать свое предприятие, свое дело. У тебя просто денег не хватает. Что надо делать? Надо давать людям возможности. То есть тебе не хватает возможности, давай возможности. Корми нищик, корми птичек, корми там. Но возможности какие надо давать? Настоящие. Вот человек голоден, и воду надо накормить. Если вам деньги даете, он может их пропить. Эти возможности используются неправильно, вам не поможет. Дети, допустим, в детдоме, возможности им подарок какой-то, игрушку красивую, там еще что-то. Счастье. Можно дарить людям счастье. Или помочь кому-то вылечиться от тяжелой болезни, деньгами там еще как-то. Ну проследить, чтобы он потратил на лечение, а не на что-то другое. Таким образом, видите, любая сила преодолевается силой. Три способа. Первый способ. Звук самый сильный. Я в звуке молюсь, растапливаю любовью, энергией любви, растапливаю плохую судьбу. Второй способ. Знание. Передача знания. Третий способ. Действие. Я совершаю действие, нейтрализую плохую судьбу. Все эти три способа трудно понимаемы. Потому что в основном люди никак не имеют дела со своей судьбой. Они ее боятся просто. И чаще всего те, кто консультирует, тоже подтверждают. Например, девушка думает, что-то у меня трудно в семейной жизни. Приходит к астрологу, он ей говорит, не волнуйся, у вас два брака. Ну то есть трудно, значит точно, у вас развалится семья, не волнуйтесь. Или человек приходит, говорит, у меня что-то чувствую, здоровье портится. Астролог посмотрел карту, говорит, осеннее пальто можете не покупать. Все. Помогают такие помощники. Почему они так помогают? В чем причина? А потому что они не знают, что судьбу можно побеждать. Эти люди не знают об этом. Или они вообще не понимают, как она действует. Например, человек приходит, говорит, у меня плохо в отношениях с мужем, мне плохо. Он мне говорит, меня это раздражает. И он, психолог, говорит, а ты не раздражайся. Ну то не понимает, что идет влияние, что идет воздействие сильное. Это все равно, что сказать, не по морде бьют, не обращай внимания. Ну как не обращать внимания? Это же сильно, больно. Так и здесь тоже есть психическое воздействие, есть физическое воздействие. Ну то есть, понимаете, часто люди просто не понимают, о чем речь, но при этом консультируют. Одни не понимают, что судьбу можно менять, они обрекают всех. Другие не понимают, что есть действие судьбы, и надо делать противодействие. Если ты не делаешь противодействие, судьба, значит, тебя разрушит. Или бизнесмены говорят, у меня бизнес рушится. Не обращай внимания, и все будет хорошо. Это все равно, что противник идет в атаку, не обращай внимания, и все будет хорошо. Он если идет в атаку, надо сражаться с ним, тогда все будет хорошо. А если ты не сражаешься, значит, тебя будет хорошо только на том свете уже все. Конечно, в конечном счете все будет хорошо. Мы же бессмертные. Итак, мы сегодня с вами беседуем о том, какие особенности семейной жизни у человека, в мегаполисе, в городе. У вас больше миллиона людей, тоже можно сказать мегаполис. Почему вот именно такая разница между маленьким городом и большим, в чем разница заключается? Разница заключается в том, что объединяется негатив. Если бы люди жили правильно, объединялся бы позитив. Вот представьте, миллион человек, все живут правильно. В каждом дворе, в каждом городе все поют песни на улице, радуются друг другу, здороваются, любят друг друга, обнимают. Все, желают счастья. Вот, в каждом подъезде все женщины друг друга знают, заботятся друг о друге. Везде с тобой здороваются, улыбаются тебе. Тогда что превратилось бы этот большой город, во что превратился бы? В цветущий сад. Здесь бы было все классно. Но так как люди живут неправильно в большинстве своем, это создает определенную атмосферу. Эта атмосфера копится. И при определенном количестве людей становится очень трудно жить. Сама по себе атмосфера большого города становится препятствием для жизни уже. И с этой точки зрения, маленький город или деревня лучше, там атмосфера спокойнее. Но там нет денег, там тяжело зарабатывать, там нет деятельности. Человек чувствует себя недавно, не занятым, едет в большой город, а здесь тяжело жить. С точки зрения атмосферы уже. Поэтому, если мы хотим, решили все-таки жить в большом городе, нам нужно развитие. Почему человек уезжает в деревню? Потому что он уже развился, у него есть возможность все жить. Это разумное решение. Развился, едь в деревню. Там лучше жизнь, спокойнее. Природа, счастье, отношения лучше становятся. Все, человек здоровее становится. Но если ты не можешь, у тебя нет работы, допустим, там в деревне, ну тогда нужно понять цену, с которой ты должен заплатить здесь в городе. Цена – это аскеза. Например, в отношениях между мужчиной и женщиной. В чем заключается аскеза? Если вокруг природа, если вокруг хорошие отношения, любовь, энергии любви много, люди счастливы. Когда люди уезжают на курорт, они все улыбаются, ходят довольные, счастливые, обнимаются. Им легче жить. Они счастливы. Вода, солнце. И все люди счастливы, наслаждаются жизнью. Когда они находятся в окружении напряжения вот этого психического, то это напряжение изматывает силы. Человек теряет силы. Поэтому больше надо тратить силы, времени на восстановление отношений, на поддержание того, что есть. Допустим, муж приходит с работы уставший. Но жена тоже приходит с работы уставшей. Вроде бы она должна ему снять напряжение. Но она сама устала, точно так же, как он. Некому снимать напряжение, получается. И сразу возникает вопрос, почему ты меня не любишь? Жена смотрит на мужа, говорит, ты пришел с работы, я тоже. Ты можешь мне улыбнуться? А он не может, у него нет силы. Потому что строить ласковые отношения в атмосфере, в которой нет сил, невозможно. Для этого надо иметь знание, допустим, мужчине улыбаться, нежно относиться к женщине, вести себя ласково. Это аскеза. Если женщина этого не понимает, она требует от уставшего мужчины эту аскезу совершать. Он только злится, нервничает. И еще хуже портится отношение. Теперь для женщины подчиняться, делать смиренный вид, когда она устала, это аскеза. Поэтому мужчина не должен от нее требовать смиренного вида. Когда жена устала, она будет капризничать. А если не хочет, чтобы она не капризничала, не подходи слишком близко. Будь осторожен. Не требуй от нее лишнего. Она тебе не может ничего дать, она устала. Отдохнет, что-то даст. Видите, оказывается, большой город затрудняет движение энергии любви в отношениях. Усталый человек не может служить, ему тяжело. Поэтому нужно на это делать акцент, понимание. Если человек пришел после работы, женщина не требует ласки, мужчина не требует подчинения. Это все возможно, когда есть отдых, есть силы. Но если мы требуем, значит тогда будет скандал. Что такое скандал? Это боль. Когда люди получают боль в отношениях, они начинают кричать, жаловаться. Как маленький ребенок кричит, он больно ему, он кричит, жалуется. Жалуется просто. Так и мы тоже, когда ругаемся друг другу, мы жалуемся друг другу, что мне больно. Но когда человек кричит, то эта жалоба воспринимается как агрессия. Почему же он начал кричать? Потому что он говорил, до этого говорил. Пожалуйста, женщина говорит, пожалуйста, я устала. Не требует меня ничего сейчас. Я устала. Если мужчина не слышит, то дальше она будет уже кричать, а не говорит так. Или муж говорит, пожалуйста, я устал. Я не могу сейчас ласку, нежность как бы тебе давать. Я устал. Прости меня, пожалуйста. Если жена обижается, она говорит, я тебе ничего не сделала. Чего ты ко мне пристаешь? То есть, может, у мужчины действие идет прямое всегда, а у женщины какое действие? Скрытое, тайное. Если женщина обижается, это действие или нет? Действие. Как оно осуществляется, это действие? Женщина, знаете, нет? Женщина контролирует всю атмосферу в доме. Даже тараканы зависят от ее настроения. Собачки, тараканы, дети все. Потому что женщина обладательница энергии любви. От нее исходит эта энергия, и поэтому она в ней меняет, неосознанно меняет все эти направленности. Если она обиделась, муж подходит вокруг нее и говорит, ну в чем дело, ну что такое? Ну то есть, атмосфера поменялась, его это беспокоит. Он подходит жене, она говорит, я тебя не трогаю. То есть, получается, трогает, если он подходит. Понимаете? То есть, лучше всего не обижаться. Нужно контролировать свои чувства по отношению друг к другу. Это очень важно. Понимать, что в городе большом люди все усталые. И заботы, ласки, внимания будет меньше, чем хотелось бы. Вот это главная причина всех конфликтов в городе. Почему? Потому что у людей нет сил. А понять это очень сложно. У женщины, например, непонятно почему, трудно что-то, трудно сказать пару нежных слов. У женщины легко сказать пару нежных слов. Она подружке звонит, устала, не устала, она, нежные слова из нее льются постоянно. Ей несложно. Почему? Потому что у нее такая природа, нежная природа, у женщины. Но у мужчины не нежная природа. Для того, чтобы ему нежные слова говорить, ему нужно себя заставлять. А у нее нежности нет. Когда мужчина устает, он вообще не нежный. Он весь замученный, злой. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Вот. Он кусачий пришел домой, ему тяжело, он замученный. Нет нежности никакой. У женщины говорит, скажи мне ласковое слово. Он такой, ну тяжело, у нее нет ласкового слова в это время. У нее нет силы. Женщине понять очень трудно это. Потому что она женщина. Ей легко всегда ласковое слово говорить. Но по природе, допустим, мужчина послушный. Допустим, отряд мужчин стоит. Ровняй, смирно, вольно, раз, стук, вольно, все. Мужчина послушный по природе, женщина непослушная по природе. Ровняйся, смирно, вольно. Женщина всегда сопротивляется, когда ей командует. А мужчина искренне думает, что у нее как раз послушная природа, у женщины. Что она как раз с удовольствием подчиняется. Нет. Это просто игра. Женщины все непослушные. И по этой причине женщине трудно работать, допустим, на любом предприятии. Она очень обижается, когда ей командует. Ей плохо, тяжело. Она чувствует себя некомфортно. Когда кто-то ее что-то заставляет делать. Но она подчиняется мужу почему? Потому что из любви. Она его любит, поэтому готова ему подчиниться. Но это для нее аскеза. И когда женщина устает, то эта аскеза выходит наружу. Она устала. Пришла с работы устала. Муж говорит, равняйся, смирно ей-то, но что-то там заставляет. Иди туда-сюда. Она говорит, сам туда-сюда. И пошла. И он думал, ах ты. Сейчас я тебе устрою. Ты мне не подчиняешься. Значит, ты подчиняешься кому-то другому. Да, женщина капризничает, она вообще никому не подчиняется. Даже самой себе. И почему она капризничает? Потому что она устала. И так, когда мужчина устал, какой вид у него? Недовольный такой. Так мужчина показывает, что он устал. У него недовольный вид. Это значит, что он устал. Все, больше ничего не значит. Женщина делает виды, он меня не любит. Он так туда-сюда, такой плохой. Наверное, кого-то другого любит. Не, он просто устал. Когда женщина устает, какой у нее вид? Капризный. Значит, она устала. Все. Вот когда дети устают, дети, когда устают, какой у них вид? Значит, устал просто ребенок. Все понятно. Так вот, знаете, что когда взрослые устают, то же самое. Разницы никакой нет. Все то же самое. Человек начинает визжать, пищать, капризничать, потому что он устал просто. И все. И если мы этого понять не можем, то жить в мегаполисе нельзя. В семейной жизни. Будут постоянно драки, сконфликты, скандалы. Только на почве усталости просто. И все. Нет другой причины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok